Добрый день, коллеги! Меня зовут Светлана. Я являюсь директором по внедрению автоматизированных систем управления проектами компании «Облачная практика». Сегодня я хотела бы рассказать вам о практиках применения облачных технологий для организации работ строительных предприятий и организаций, которые выполняют проектные изыскательские работы. Характерной проблемой организации такого типа является в первую очередь сложность отслеживания хода прохождения проектов. Зачастую при подготовке проекта коммуницирует большое количество участников и исполнителей – это как внутренние отделы, которые отвечают за подготовку того или иного раздела проектов, так и внешние подрядчики, которые привлекаются для выполнения того или иного типа работ. Конечно, такое обилие у участников приводит неизбежно к тому, что проект становится непрозрачным, сложен для контроля, и в конечном итоге это приводит к срыву сроков. Срыв сроков является достаточно серьезной проблемой для организации такого типа, так как зачастую при работе с государственными заказчиками грозит большими штрафными санкциями, которые зачастую превышают стоимость самого проекта, а это прямые убытки. Так что же делать и каким образом мы можем решить эту проблему? В первую очередь нам необходимо решить ряд задач. Выстроить коммуникации в проекте, определить, кто за что и перед кем отвечает, и в какие сроки, для того, чтобы руководство предприятия могло получать достоверную, актуальную информацию и своевременно реагировать на узкие места в проекте. Далее необходимо выстроить работу внутри групп, дать инструмент для постановки задач и контроля за их исполнением. И, конечно же, выстроить потоки документации, которые неизбежно рождаются в ходе подготовки проекта. Все это успешно может решить строительный портал с использованием облачных технологий. Он обладает широким функционалом, об этом уже сегодня говорилось, но при этом за счет облачной технологии получается, что можно внедрить это решение в гораздо более короткие сроки и с минимальными потерями, затратами на закупку оборудования, на штат техподдержки. И, собственно, так как эта информация, так как эта деятельность вся находится на стороне Microsoft либо других компаний, мы получаем сразу же готовый продукт, готовый к использованию, который обладает широкими функциями, имеется возможность настроить его под конкретные цели. В общем, все это достаточно удобно. Немножко я потом попозже расскажу непосредственно о функционале. Но тут уже говорилось по поводу безопасности решения. Мы должны понимать, что при использовании сценариев бизнес-то-бизнес, то есть когда при подготовке проекта или какой-либо деятельности участвует больше двух организаций, в любом случае информация пересекает границы организации по той же электронной почте. И в итоге ряд предприятий поняли уже, что офис 365 обладает высокой функциональностью, при этом не менее безопасен, и внедрили уже офис 365, конкретное внедрение это констрой, и НПЗ в России. Один из НПЗ, антифинский, нефтепероподящий завод. Теперь перейдем к практике самого решения, к его структуре. Основной точкой входа в информационную структуру является главная-заглавная страница портала для проектировщиков. Здесь зачастую хранится общая информация. Это какие-то, например, СНИПы, шаблоны документации, ГОСТы. Может быть размещена база заказчиков, подрядчиков с договорами, с контактами и так далее. Далее. При создании проекта, в принципе, каждого проекта организации, создается узел проекта. Их может быть достаточно большое количество. Для того, чтобы выстроить коммуникации внутри рабочей группы, имеется возможность выкладывать в календарь проекта, то есть у каждого узла проекта какие-то документы хранить, задачи, обсуждения. Кроме того, имеется возможность создать фотобанк. Например, у строительных организаций очень часто используется фотоотчет технодзора. Тоже, возможно, сюда отправлять непосредственно со стройки документацию прямо с мобильного устройства, формировать какие-то отчеты. В итоге эти отчеты могут быть агрегированы и выведены на общий дэшборд для руководства предприятия, чтобы была возможность принять своевременное решение. Дальше я немножко раскрою то, что говорил Дмитрий по поводу коммуникации с подрядчиками. Допустим, мы хотим собрать факты о ходе прохождения проекта у наших подрядчиков. Для этого мы используем решение нашего партнера, компании PMCS, мы сегодня о нем уже говорили, так называемый Turbo Project и обменной формой Excel. То есть сбор факта о ходе прохождения проекта осуществляется через Excel. Какой сценарий в этом случае? Создается план проекта, он создается на предприятии, внутри предприятия. Ответственным является планировщик, который задает параметры, которые необходимы для отчета, какие-то индикаторы, допустим, прошло согласование, документация не прошла, предоставлены технические отчеты, предоставлены и так далее, либо какие-то технические условия. Далее формируются эти самые отчетные формы в Excel, и они выкладываются на портал. При этом, когда создается отчетная форма, происходит рассылка через электронную почту к подрядчикам, они получают доступ на портал, могут прямо здесь заполнить отчетную форму, сохранить, и после этого данные отображаются у планировщика, и после его согласования отображаются в плане проекта. Что еще хорошего в этом есть? Можно выложить план график проекта на ресурсы онлайн-доступ. Руководителям организации это очень полезно, так как не всегда есть доступ, они часто бывают в командировках, не всегда есть доступ в локальную сеть. Здесь доступ в интернет сейчас гораздо более доступен, и они имеют возможность в онлайн-режиме отслеживать ход прохождения проекта. То есть это комплексное решение. Далее, постановка задачи. Для того, чтобы организовать работу внутри рабочих групп, не только, так как мы говорим о том, что у нас теперь нет границ между внутренними и внешними исполнителями работ, мы имеем возможность напрямую поставить из портала задачу, указать срок исполнения, отслеживать процент завершения задачи. Кроме этого, есть интеграция задач с графиками проектов, то есть на основе этих графиков можно создавать задачи и наоборот. Далее, очень часто в ходе работы над проектом создается большое количество документации. Всякие графики, чертежи, объемные ведомости и так далее. Теперь стало гораздо проще собирать эту информацию от внешних подрядчиков. Какая существует проблема в принципе? Когда передают документацию в электронный архив, ее пытаются собрать, зачастую сталкиваются с такой проблемой, что файл либо не актуальный, либо его нету, либо его передавали кому-то на компакт-дисках и так далее, не знают, где теперь его найти. С этой задачей очень хорошо и просто можно справиться за счет того, что мы выделяем внешнюю область на узле проекта для доступа подрядчиков. Мы имеем возможность забирать от них документы напрямую от внешних исполнителей. И, кроме того, есть режим настройки оповещений. То есть, если произошло обновление файла, либо добавление, это сразу обновление происходит заинтересованных лиц, что, согласитесь, достаточно удобно. Далее, что еще? Как я уже говорила по поводу поддержки мобильных устройств, то есть, если вы находитесь где-то на стройке, вам нужно что-то передать в офис, какие-то фотографии, какие-то даже видеосъемку какую-то. Вы имеете возможность прямо сфотографироваться или снять все на телефон, можно отправить непосредственно сразу в библиотеку Шерри Пойнта. Далее, статистические отчеты. Для того, чтобы проводить аналитику или для того, чтобы видеть весь ход прохождения проектов, руководству предприятия нужны понятные, четкие графики без, наоборот, с крупненными показателями. Все это, в общем, возможно сделать на портале. Далее, какой же эффект в итоге мы получаем при внедрении портального решения на Шерри Пойнт онлайн? В первую очередь, как я уже говорила, мы сегодня об этом говорили много раз, это минимизация первоначальных затрат, то есть, не нужно тратиться, во-первых, время на развертывание системы, стоя на деньги на закупку дорогого стоящего оборудования, на штат техподдержки. Кроме того, это решение масштабируемое, то есть, можно, например, для начала внедрить какую-то небольшую автоматизировать часть задач. Если у нас появились другие задачи, мы возьмем легко это решение масштабировать. Далее, и по факту того, чтобы обеспечить работу более эффективной проектной организации, мы решаем следующие задачи, мы устанавливаем контроль за сроками выполнения проекта, то есть, мы отслеживаем и внутренних исполнителей, и внешних исполнителей. Далее, имеется возможность создания сводных отчетов, удобных для просмотра и для принятия управленческих решений и быстрой реакции на узкие места в процессе. У нас конкретный пример, например, наш заказчик «Газпромнефть» оценил эффект от внедрения подобной системы в опережение сроков проектов на 30%, что, согласитесь, неплохой показатель. Теперь я, наверное, хотела бы закончить свою презентацию. Вот у нас вот такие белогривые лошадки. Если есть вопросы, прошу, задавайте. Буду рада ответить. Конечно. Во-первых, можно ли работать в оффлайне? То есть, ну понятно, что сотрудник, скажем, уехал ко мне от интернета, выкачал себе там в прожеке или поработал в прожеке и обратно выгрузил информацию. Вопрос второй. Картинка, которую показывает проект в онлайне. Там по этой картинке можно ли тоже с ним как-то работать? Например, может ли руководитель, посмотрев проект, подвинуть в сроке, посмотреть, как повлияет сроки, какого-то этапа на остальные проекты? И как вообще с доступом мобильных устройств? То есть, планшет в первую очередь. Да, поддержка планшета есть. Начну с последнего вопроса. Есть, я об этом говорила, когда рассказывала по поводу отправления файлов, мультимедиа и так далее. Естественно, да, работа с планшетом есть. Это основное преимущество онлайн-ширипойнта. Далее, конечно, да, есть возможность поработать с файлом проекта, загрузив, в принципе, эту версию себе на компьютер. Тут же можно даже поставить подвигать сроки, посмотреть, поставить кому-то задачи. В принципе, можно запустить процесс согласования переноса сроков. То есть, если вы там перенесли, например, сроки, вы хотите получить с чего-то согласование, то есть можно запустить здесь процессы согласования. Так, и первый вопрос был. Насколько я помню, первый вопрос звучал как раз возможность изменения план-графика. Ну, динамический ган, давайте я просто немножко Светлану дополню. Вот Светлана рассказала о реальном кейсе того, как сделано. Но это сделан кейс, естественно, на Office 365 текущей версии. SharePoint Online – это предыдущая еще версия. То есть сегодня мы с вами говорим о новых возможностях того, что вот сейчас выйдет. И то, что показывал Роман, это еще не вышедшая платформа, она вот только в превью. А то, на чем кейс, это, естественно, на Office 365, но вот которая сейчас доступна. То есть мы как бы тут… тут есть некоторые факторы расхождения функциональности. Тут надо замечать этот момент. Но об этом будем просто заострять ваше внимание. То есть по факту мы говорим о том, что уже в течение полугода, ну, с начала этого года, ряд клиентов начали реализовывать проекты на Office 365. Причем сложные бизнес-проекты, взаимодействие с подрядчиками, сбора так называемых форм, заполненных подрядчиками через Excel или через Excel-сервисы в онлайн-режиме, которые автоматически консолидируются, загружаются и отражаются с точки зрения хода проекта. Вся коммуникация также построена через облачный портал. Подрядчики имеют туда точку входа, имеют соответствующий логин, пароль и, соответственно, взаимодействуют в этой коммуникации. Там же идет контроль и постановка поручений. Постановка поручений к соответствующим подрядчикам на, например, коррекцию каких-либо там факторов. Значит, при этом этот сценарий, он, ну, с точки зрения функциональных аспектов, он имеет, естественно, определенные ограничения. Вот мы видим, что сейчас, как бы используя нового, там, SharePoint Online, он эти функциональные ограничения снимет. Но при этом все равно это и мобильные устройства уже доступны и поддерживаются, и iPad, и другие версии. И это по факту как бы работает. Да, коллеги, давайте еще вопросы, если есть. Сейчас. Ну, давайте вопрос стоимостной характеристики. То есть давайте вот по поводу стоимости мы ответим так. Значит, есть, вот там после кофе-брейка мы немножко еще раз расскажем про Office 365, стоимостная характеристика, как они вообще происходят, формируются. Значит, есть стоимость там решений, да, которые дополняют стоимость. И есть стоимость там, если это необходимо, консалтингово-проектных работ. То есть здесь в рамках вот этого подхода, да, и вот сценария, о котором я сказала Светлана, безусловно, есть определенные консалтинговые услуги. Это постановка регламентов. Мы все понимаем, что просто, да, технологию, особенно в таком вопросе, как работы там генерального подрядчика и его субподрядчиков, ну, как бы технологией не обойдешься. То есть нужно действительно там соответствующим образом регламентировать деятельность, да, как бы, ну, по сути дела, под там под роспись, да, всех участников сказать, что да, мы будем исполнять. Что? Сколько стоит самокорубка? Давайте мы все-таки вопросы не будем в онлайн-режиме озвучивать, да, потому что это все-таки такой вопрос, который там относится к коммерческому фактору. Мы его просто отдельно, индивидуально обсудим. Давайте по сути, да, вот сейчас еще коллег вопрос. Если я правильно понял, основной акцент, ну, преимущество основное, на которое делается акцент, это сокращение сроков и стоимости внедрения, да. А если мы осмотрим вариант, что в организации уже есть ширикоинт, например, развернутый, будет ли какая-то выгода в этом случае перехода вот на онлайн-сервисы, потому что консалтник внешний по-любому будет нужен, ну, либо свои ресурсы нужно будет какие-то выделять, на то, чтобы процесс те же самые наладить, настроить, внедрить, да. Собственно, вот, либо вариант существует также взять, купить по корпоративному лицензированию в рассрочку лицензии. То же самое. То есть какая будет выгода от по стоимости. Понятно, что по срокам развертывать нужно будет, в данном случае постоим, ведь хотя бы в сравнении там порядок величин. Я понял вопрос. Смотрите, здесь ситуация следующая. Если как бы, ну, тут надо сценарно рассматривать. То есть любой сценарий, да, вот даже тот, о котором я рассказывал, в принципе, можно реализовать там на базовом технологиях SharePoint, тем более, если вы там их приобрели, у вас там работает сервер, и вы там, например, его настроили, люди пользуются. Вопрос, что сценарии вот изменения парадигмы, то, о чем мы говорили, работы с внешней средой, будут гораздо более затруднены. То есть вы должны делать определенные усилия, действия, ваша инфраструктура, IT должно предпринять определенные действия по созданию сценариев, которые бы позволили работать там внешним подрядчиком. То есть вопрос, готовы ли вы к этому. Вот мы там в крупнокорпоративном сегменте, по-настоящему это непробиваемая стена, да, IT-безопасность – это там главный оплот консерватизма, стабильности и, не дай бог, пускания кого-либо куда-либо. Это факт, с которым мы сталкиваемся очень часто. И здесь, конечно, вопрос, а выгодно ли уйти с SharePoint текущего, да, который вы уже купили, на облачное решение, он, ну, он сценарин. То есть я не могу сказать, выгодно это или нет. Я могу сказать, что есть условия, при которых это будет выгодно, если у вас есть четкий сценарий, вот те бизнес-сценарии, о которых мы сегодня будем рассказывать и говорить, которые вы понимаете, да, они вам нужны, вы в них будете экономить, у вас это будет эффективно, тогда да, надо рассматривать вариант перехода, есть сценарий миграции. Если вы говорите, нет, у меня как бы эти сценарии неприменимы, мои сценарии почти все в внутрикорпоративной среде, да, я бы хотел иметь такие возможности, то можно использовать и гибридные решения. Это тоже один из вариантов. Нет сценария универсального. То есть это как то же самое, да, как, например, привести пример, что, ну, вот там у вас есть автомобиль, да, у вас есть джип, а вы хотите купить спортивный автомобиль, да, стоит ли вам менять джип на спортивный автомобиль. Ну, как бы разные задачи решают. Здесь то же самое. Вот ответ будет такой. Все индивидуально можно обсуждать, смотреть сценарий. То есть с точки зрения там принципиально, особенно если вы уже понесли затраты, да, вот как мы приходим с внедрения, внедрения к заказчикам, да, они говорят, вот у нас там такая-то система документооборота. Вот SharePoint хотели бы там сделать документооборот. Ну, первый вопрос, а зачем? Вы же используете систему, она вам решает ваши задачи. В чем бизнес-вэлю для вас? Что вы хотите получить? Удобнее пользователям? Это да, это обоснование. Там быстрее процессы, быстрее работать, надежнее, масштабильнее. Это обоснование. Когда просто вот давайте, потому что это модно, ну, как бы, ну, бизнес обычно спрашивает, а зачем? Да, где деньги? Кейс, да, вот, ну, вот этот кейс, например, средний срок внедрения где-то два месяца, то есть из них почти основной срок – это работа регламентная, консалтинговая, то есть технологическая составляющая проекта реализуется там за две недели. То есть это развертывание, настройка, все, показ, все. В облаке это вообще, либо это вообще просто подготовка уже используемой коробочной наработки. Ну, вот, продолжая вопрос, а зачем, хотелось бы, ну, как его конкретизировать, а какова бизнес-ценность вот внедрения этих сценариев? Одна из бизнес-ценностей была названа сокращением 30% сроков, но это как-то выглядит в наших условиях достаточно, слишком, мне кажется, масштабно. Может, какие-то есть там, скажем, еще оценки, желательно в деньгах? Ну, коллеги, здесь просто вот реально вот именно в этом, в управлении подрядчиками, на текущий момент, ну, вот, по моей информации, это направление изначально еще развивалось компанией PMCS, да, под эгидой Владимира Иванова, вот уже более там полутора лет осуществляется внедрение вот этого подхода. До этого безоблачных решений, сейчас как бы в облачных решениях там совместно. Ну, практика показывает, что тут даже не вопрос, то, что там на 30% сроки сокращаются, а появляется вообще хоть какая-то прозрачность процессов. То есть, объективно, когда вы там организовываете и реализуете громадный проект, у вас там десяток подрядчиков, там работает ваш технодзор и прочее, свести все воедино в оперативном режиме, чтобы реально понимать информацию о том, как выполняется проект по всем аспектам, это, ну, это головная боль там, которую очень тяжело без вот таких вот подходов действительно преодолеть. Это реальный постоянный разрыв, да, постоянная просрочка получения информации, просрочка принятия решений. Тут вопрос даже сточит так, что это просто качественно появляется процесс, которого невозможно было построить другим средством. Это слишком было трудоемко. Поэтому сокращение 30% это реальные сроки сокращения. То, что люди наконец-то начинают там гипо, начинают наконец-то видеть вообще, что идет, что, ну, вот, не знаю, если коллег кто-нибудь присутствует, кто у себя это внедрял, я знаю, что, да. Ага. Я с Владимиром Ивановым общаюсь, и вот был там один проект, и он говорил, что, ну, это известные высотки в Москве, вот, а много этажей, сложный проект, и в то время бетон очень быстро дорожал, соответственно, они отставали от графиков, потому что, ну, как говорится, проблемы с коммуникациями, там неправильно были спланированы объем задать, что-то риски не были учтены, вот. В результате они потеряли какой-то кусок времени, но внедрили там похожую систему, которая была сегодня сейчас озвучена, вот. В результате, как известно, мультики «Лучше два дня потерять», потом за пять минут долететь, они стали, они догнали и перегнали сроки, и, ну, в среднем, со слов Иванова, он говорит, что экономия в сроках 20%. Так как они покупали бетон раньше, чем нужно было, они, ну, как бы вот на одном конкретном проекте, вот этот продукт, который там стоил там больше, там, миллиона рублей, они его сэкономили, там, за пару недель, то есть разница в стоимости закупочных материалов. Ну, вот, да, яркий пример, то есть день, время, время в строительстве – это равно деньги, это факт. Да, коллеги, еще был вопрос какой-то? Пока вопрос слушаем, Алексей. Собственно, пока будем готовиться к следующему докладу. Добрый день, Георгий Ковалев. Хотел спросить, а как сейчас, на самом деле, позиционируется офис 365? Вот то, что решение, которое вы сейчас показывали, ну, это явно не малый бизнес. А в начале, вот, в вашем докладе был пассаж о том, что, собственно говоря, и вот тоже вот коллега говорил о том, что не приживается в малом бизнесе ширпоинт, потому что, ну, сложно адаптировать. Вот 365 сейчас позиционируется как решение для кого? Спасибо. Смотрите, коллеги, как раз именно этот вопрос мы уже сегодня подняли. Давайте еще раз на нем сакцентируемся. Действительно, использование решений на базе не Office 365, а базе SharePoint, ну, и продуктов Microsoft в силу стоимостных характеристик, в силу, так сказать, требований к инфраструктуре, ну, действительно сложно относилось к решению малого бизнеса. Они не давали вот той самой результата без, там, разовых больших затрат. Office 365 изменил эту парадигму. Он убрал вот эту необходимость затрат, да, там, инфраструктурных, лицензионных затрат, которые вы должны принести разов. Он, по сути, сказал, вот функции используйте. Но функций много. Важны сценарии. И здесь мы говорим о том, что есть сценарии на базовой функции Office 365, и сегодня возможности коллеги рассказали в второй части, будут подробно еще раз уже технологические возможности, чтобы вы для себя определили, в каких сценариях вы, например, своих могли бы это использовать. Но то, о чем мы сейчас рассказываем, да, мы говорим о бизнес-сценариях. То есть мы говорим, да, есть функции, но что вы с этими функциями можете сделать? И здесь возникают сценарии. Они вот, один из них мы только что упомянули, остальные я раз в своем докладе, да, упомянул. Это сценарии и для среднего бизнеса, и для малого бизнеса, и для крупного бизнеса. Они разные, безусловно. Но малый бизнес, да, это тот бизнес, который теперь полноценно может, да, он должен сравнивать. Я не говорю о том, что там, выбирая сравнение, например, с мегапланом, если у вас только задачи в области там совместной работы и ничего больше, да, вы там, ну, как бы должны просто сказать, да, вот только сюда. Надо сравнивать, надо анализировать. Никто за вас не сделает выбора. Мы здесь просто говорим о том, что мы видим, что эти сценарии вот в широком круге задач гораздо шире, чем у тех решений, которые сейчас представлены на российском рынке и даже на международном, потому что САС решения стараются делать, знаете, как бы их все-таки делают точечно, да, то есть под какой-то набор задач, даже если там есть универсализация, но она все равно в рамках этих задач. Вот решение на Office 365 за счет там Exchange Online, Project Online, Visio Online, SharePoint Online, вот эти компоненты этого Office 365, они действительно по сути являются как бы облачной платформой, в которой есть функции, но в которой сценарный блок, особенно вот если упоминать SharePoint Online, еще ведь появился Marketplace, об этом мы еще не упоминали, появился Marketplace бизнес-решений, то есть прямо в облачном решении SharePoint Online вы можете инсталлировать аппликейшены, да, это бизнес-аппликейшены, это функциональные аппликейшены, то есть по сути дела это немножко другой уровень, но бизнес-сценарии все равно важны, и нужно понимать то, что вы сразу получите, да, если вы хотите там определенный бизнес-сценарий, даже не факт, что, например, полный эквивалент там того же мегаплана, да, за пример, как я возьму, вот вы его упомянули, он сразу в Office 365 вот так сходу появится, да, как бы, ну, просто, может быть, просто настроек не сконфигурированы, да, то есть, ну, там у нас есть сейчас подготовленный бизнес-сценарий, который в облаке, вот вы там реализуете у себя, они у вас запускаются, уже поднастроены, но нельзя сейчас пока сравнивать, то есть еще только рынок, вот он, стартовал, да, мы еще раз говорю, мы, почему начали с вопрос тренда, тренд заключается в том, что мы на гребне, вот она, пошла волна, вот эта волна облачной автоматизации, Microsoft на предыдущей версии Office 365, ну, действительно было сложно работать в полном боевом режиме, были проблемы с производительностью, были со стабильностью, были там с некоторыми функциональными аспектами, сейчас level up, да, вот этот апгрейд, выпуск полностью новой линейки в облачной технологии, и вот это и есть то время, когда можно уже конкретно выбирать и основывать на этом свой бизнес и IT стратегию, вот ответ.